всем привет вы на канале мистер кубик и сегодня мы отправимся на корею напрямую к разработчикам игры аркейдж рассмотрим разберем одно очень интересное видео ссылка на оригинал как всегда будет в описании в нем будет снята сама студия разработчиков увидим некоторые главные лица проекта и их работу увидим некоторые будущие новинки короче будет интересно поехали я перевел видео на русский и буду озвучивать как то что они говорят по видео так и сам дополнять говорит что он записывает видео в первый раз и представляется я проектный директор игры аркейдж йонг джайн хэйм извиняюсь если я буду немного неправильно произносить имена будем сегодня рассматривать нашу рабочую студию кто здесь работает и чем занимается надеюсь вам будет со мной интересно в основном здесь сейчас тестируют новую систему осады поэтому они могут быть заняты и так давайте встретимся с генеральным директором xl games его комната там но в основном он работает со всеми работниками а вот как раз и он кто еще не знает это джейк кюнг сонг работники там много времени проводят на своих рабочих местах и на студии в частности поэтому каждому разрешено устроить свое рабочее место как ему будет удобнее те же вон на разные сопливчики валяются у гендиректора это как раз он и заметил но как по мне что тут такого страшного ну а потом они решили перейти в его личный кабинет сонг редко работает в своем кабинете в основном он работает вместе со своими работниками здесь же он встречается с разработчиками обсуждают бюджет проводит другие встречи и здесь он спит на столе он кстати нашел книгу сумерки две части а среди вас есть кто читал книгу сумерки меня лишь хватило на фильм рядом на полке стояла небольшая коллекция игрушек как ответил сонг сейчас он не пополняет коллекцию но что-то в этом сомневаюсь кстати лично я не знаю откуда эти игрушки из каких игр или аниме кто знает может написать в комментариях и не забываем прожимать лайки видео идем поговорим с другими разработчиками здесь у нас места для технической поддержки игры аркейдж и сейчас они очень заняты из-за мартовского обновления игры далее места где работают наши программисты во время отдыха вот кто-то собирает пазл далее он подходит к менеджеру по боевой части к генли и спросил ее чем она занимается в данный момент она тестирует новую систему по приручению мобов я кстати недавно делал видео на эту тему и на ее мониторе как раз увиден моп из той пятерки похоже как сейчас у нас в локации бездна обитает подобной он спросил где мы можем взять и там для приручения моба она ответила что данный это можно приобрести из лавки и заметные драконы но она добавила то что функция приручения еще плохо работает и я ее чиню но это весело но я думаю не так уж весело говорить своему директору что данная система пока не работает затем он спросил про аквариум это ее аквариум стоит на столе она ответила что это теперь ее аквариум его ей отдали поверьте все рыбки живы и здоровы это она сказала далее он решил поговорить с тем кто менее занят чтобы не сильно отвлекать и подходит к одному из разработчиков в джонг ву он сразу заострил внимание на определенной картинке и если переводчик прав то на этой картинке с собачкой написано улыбнись мудак и тут я подумал что возможно у кого то сегодня будет секс на работе далее как и у этого сотрудника так и у многих других на столе были разные фигурки и они начали их рассматривать тут он указал что там стоят недалеко премию фигурки не понимаю что это означает и они пошли к ним как я понял возможно я ошибся но он решил угарнуть и сказал что гейм дизайнер и проектный директор то есть тот кто его записывает любят его фигурки тут можно увидеть небольшую реакцию этих слов после этого парня никто не видел но потом они решили все же вернуться к его работе где он занимался изменением внешнего контура зданий как по мне лучше бы они занялись моделями кораблей а то на этих кораблях хрен подерешься все время что-то мешает ударить или выстрелить с пушки разработчик также показал свою кофту с картинкой какой-то героини из аниме или фигурки но я не понял до конца но директор его по ходу тральнул сказав что это наверное те из фигура которые делают тебя таким суровым как вы понимаете это кореи там могут быть свои шуточки какие-нибудь насчет аниме и все что с этим связано далее он спрашивает где весь народ и я почему-то опять подумал у кого-то сегодня будет секс на работе и потом снова начали рассматривать разные фигурки игрушечки много милых маленьких штучек скорее всего здесь работает девушка но это не точно далее перед нами павы и контент смекер создатель павы и контента гусью он тестирует нового сильного босса который будет на 50 волне арены семья норгет так где можно будет получить новую бюджетерию таре на которой появится довольно скажем так скоро в русской версии игры аркетч на спамил он себе 30 нпс и и тестирует какие-то характеристики и босса тестирует вроде как юси ок джон сказал что это очень сильный босс а проектный директор уточнил такой же сильный как вы говорили босс на сороковой волне которого забрали в тот же день до обеда но он ответил что сильнее и кстати про новые волны я уже тоже говорил в одних из последних своих видео кстати новые волны в корее появится в апреле если мне не изменять память далее перед нами еще один пве контент смекерс не знаю почему он находится в одежде может быть там холодно хотя я сомневаюсь возможно его вызвали на место откуда-то свои варианты если хотите можете оставить в комментариях но он показал интересную вещь показал то что игроки смогут поставить теперь башню или огнемет на арене 12 довольно интересное решение я даже не знаю как на это реагировать а как вам данные изменения ну а мы идем дальше к тем кто делает контент-арт это мюнхен кстати его имя очень похоже на город под названием мюнхен прикольно и тут мы сразу бросаем взгляды конечно на игрушки и фигурки без этого в этом видео практически никуда затем он заметил у него довольно необычный карман директор подумал что он его сам приделал пришил карман этот но тот ответил что купил такую рубашку кому понравилась такая рубашка ставь лайки и только не спрашивайте где ее купить но все же после этого они перешли к работе к новым изменениям игры после приближения мы видим вроде как бы тримаран но немного иной формы и дизайна в центре корабля некий грибной механизм в носовой части находится таран видны по бокам какие-то спойлеры как на машинах в нижней же части экрана видим подсвеченные части корабля белым цветом и я предполагаю что это улучшенная версия 3 марана или гарпуна но может быть это и новый корабль хотя я не понимаю зачем в игре 3 корабли по типу 3 марана и гарпуна это планируется вроде бы как на лето так что довольно недолго нам осталось ждать и уже посмотрим если и в виду то что это вообще у нас будет далее мы видим частично знакомые мне и не только огнемет который появился и появится на саде замка видно что вы его будете держать в руках а за спиной у вас будет находиться бочка с горючим для огнемета и не обращайте внимание на то что бочка деревянная оружие это огнемет все логично где-то но не здесь пушка же справа вверху это просто пушка с мастодонта тоже замковое устройство довольно большая пушка на двух колесах а это вроде как двуручное дробящее оружие для силов из данжо библиотеки хилы есть кто среди зрителей подтвердите если так следующее нам показали что ведутся тесты как движок рассчитывает свет в данный момент на одежде далее перед нами аниматор донг майн и он работает над новыми анимациями босса гордум из локации ущелья кровавой росы нас ожидает его обновление а возможно и всей росы у самого гордума появится 8 новых умений и на этом прогулка по студии разработчиков по крайней мере некоторые ее части то есть что нам показали разработчиков игры аркейдж заканчивается лично мне очень понравилось и очень прикольно побольше бы подобных видео свои же комментарии можете оставлять под описанием также не забываем поставить лайки видео ну а если вы еще не подписаны на канал то обязательно подписывайтесь а на этом пока что все всем до завтра до конца